Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. В каждый период истории Православной Церкви существовали личности, которые были носителями и выразителями лучших идей стремлений своего времени. К их авторитетному голосу все прислушивались, и потому они неизбежно становились духовными руководителями общества. Имя святителя Феофана Затворника, подвижника XIX века, является нам самый глубокий, непререкаемый авторитет учителя духовно-нравственной христианской жизни в ее первоначальной евангельской чистоте, в духе первых веков христианства. В этом году Святая Церковь празднует 200-летие со дня рождения святителя, и специально к этой дате издательство «Эксмо» выпустило книгу, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она называется «Святитель Феофан Затворник. Житие из речения святыни». Об этой книге далее в нашей программе. Это иллюстрированное издание, по словам издателей, является одним из первых знамений грандиозного празднования Русской Православной Церковью 200-летия со дня рождения святителя Феофана Затворника в 2015 году. В него вошло житие и избранные из речения святителя, а также рассказы о местонахождении святынь, связанных с именем Вышинского подвижника. Кроме книги, подарочный комплект содержит освященную икону святителя Феофана. Стоит отметить, что подготовка к юбилею началась пять лет назад. Именно тогда, осенью 2010-го, состоялись четвертые феофановские чтения, посвященные осмыслению духовного и богословского наследия Вышинского Затворника. И сейчас мы обратимся к словам, которые были сказаны в адрес святителя современными архипастерями. В приветственном обращении святейшего патриарха Кирилла к участникам чтений говорилось следующее. По слову святителя Феофана, умершие продолжают и на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои. Так и товарения самого святителя, нашедшие отклик в сердцах его духовных чад, по мнению первосвятителя, вновь оживают в сознании наших современников. Его вдохновенные писания несут свет Христов в души ищущих спасения, пробуждают от греховного сна людей, увлекшихся по стихиям мира. Неукостительное следование апостольскому благовестию в согласии с толкованиями отцов Церкви, опыт личной аскезы, подвиг молитвы, простота и проникновенность изложения основ духовной жизни, кротость и смирение сердца – все это убедительные свидетельства святости и проповеднического дара святителя Феофана. Далее, как отметил и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналии, в своих трудах святитель предстает перед нами как библеист и богослов, которые используют анализ текста и филологические исследования, в первую очередь для того, чтобы раскрывать догматические и нравственные истины. Он всегда стремится передать не только общую идею божественного откровения, но и дает почувствовать читателю сокрытую в нем духовную силу. Особого внимания заслуживает учение о молитве Иисусовой, изложенное святителем Феофаном. Благодаря его переводам и собственным сочинениям практическое учение о молитве Иисусовой стало достоянием многих чад Русской Церкви. Сегодня, говоря о церковной проповеди, по мнению владыки Ювеналия, мы нередко рассуждаем о том, как научить воцерковляющихся людей не только богословским знаниям и сведениям о священной истории, но и приобщить их к духовной жизни, к основам благочестия, опираясь при этом на многовековой опыт Церкви, прежде всего, святоотеческое предание. И в этом неоценимым подспорьем и помощью для нас является духовное наследие святителя Феофана. Таким образом, мы видим, что наследие святителя Феофана сохраняет свое неприходящее значение и для духовенства, и для монашествующих, и для мирян, преподавая каждому необходимые уроки жизни во Христе. По словам митрополита Калужского и Боровского Климента, святитель Феофан жил в XIX веке, во время которое, можно сказать, является самым близким к нам из всего дореволюционного периода. И это человек, который оставил очень много писем разного характера, много произведений. Его жизнь показывает, что он человек опытный, он руководил духовными учебными заведениями, служил в Иерусалиме, служил в Константинополе, был там настоятелем посольской церкви, знал за границу того времени, служил в разных епархиях на территории России, а сам получил образование на Украине. Это был XIX век. Сейчас мы смотрим на то время и часто говорим о XIX веке, как о святой почти Руси. Но ведь тогда зарождалась и революция. Тогда вместе с ним учились, или он встречался с теми людьми, которые потом были идеологами революции. По мнению владыки Климента, святитель Феофан увидел все это, и его был шаг уйти в затвор. Для чего? Удалиться от людей? Нет. Осмыслить все, что он познал в этом мире. Он пребывал в молитве, он пребывал в трудах, он изучал святоотеческое наследие, изучал древних отцов. Он стал заниматься переводами древних отцов на русский язык. Почему это нужно было? Он понимал, что в XIX веке, точнее, за XVIII-XIX век, за период просвещения Руси, наш народ и даже многие богословы нашей церкви много утратили из святоотеческого наследия, и он пытался вернуть богословскую мысль, а самое главное – жизнь человека в русло, привести их в соответствие с богословской традицией, святоотеческой богословской традицией. Он своими трудами хотел ближе познакомить простого человека со святыми отцами древней церкви, но уже на языке конца XIX века. Почему? Потому что он понимал, что в жизнь надо вернуть святоотеческое наследие. Потому что без знания святых отцов невозможно правильно понимать Святое Евангелие, Священное Писание. Святые отцы – это ключ к пониманию Священного Писания, вне святоотеческого слова, которое указывает, как должен проводить жизнь христианин, не может быть нормальной христианской жизни, все остальное будет лишь внешним. Без знания святых отцов, без жизни в соответствии с преданием церковным мы можем оказаться далеко за пределами церкви. И очень опасная примета нашего времени – возникновение различных мнений и псевдоучений, когда люди начинают толковать те или иные явления в жизни общества, часто избегая святоотеческого мнения и стараются на основании своего ограниченного опыта, на основании своих якобы прозрений, делать далеко идущие выводы. Такая самонадеянность, по мнению владыки, является не просто опасной, но гибельной для человека, для его бессмертной души. В заключении своего слова митрополит Климент отметил, что все духовно-нравственные произведения, все эпистолярное творчество святителя Феофана, было обращено не только и не столько к монашеству и духовенству, сколько к образованной части общества. Поэтому чтение и внимательное изучение сочинений Святого Отца и сейчас, в начале XXI века, является насущной потребностью современных православных христиан. В своих творениях святитель Феофан указывает путь ко спасению как для новоначального, так и для уже воцерковленного христианина. Православные христиане всегда были знакомы с творениями святителя Феофана, они находили в них ответы на острые жизненные вопросы. Более того, для многих путь к церковной жизни начался именно с внимательного чтения книг, принадлежащих его Перу. И мы надеемся, что по прочтении этой книги, в которой собраны избранные из речения и жития святого, у читателя появится стремление ближе и обстоятельнее познакомиться с замечательной личностью и богатой духовной сокровищницей творений святителя Феофана Затворника. Ну а наша передача на этом подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Но я прощаюсь с вами и желаю вам доброго дня. Редактор субтитров А.Семкин